Такое в День города было впервые. В Уводе плавали яхты. Соревнования спортсменов в классе радиоуправляемых яхт в центре Иваново еще никогда не проводили. Для шести участников выбрали удобное место. Выстроили дистанцию. 300 метров. Она тут как раз со всеми этими проходами. У нас получается старт против ветра. Гауссами идут они. Все яхты сделаны своими руками. Из приобретенного в магазине здесь только радиоуправление. Чтобы сделать такую машину нужно около года. Длина яхты 1 метр, а вот уплыть она может метров на 600. Только забеги на такие дистанции штурманы не практикуют. Говорят, что на таком расстоянии небольшую яхту попросту не видно. Делается она в принципе из пластика. Пластик это делается с помощью ткани и клея. То есть сам корпус делается пластиковый. Также киль. Мачты, соответственно, это железо. Ну, некоторые делают из углерода, как вот тут, например. Паруса, соответственно, пленка. Много деталей железных вытачивается сами на станках или где-то как-то какими-то руками, ногами. И, соответственно, выливается тяжелый, это свинцовый наш балласт, чтобы яхта сама плавала. Ставится аппаратура, яхта плавает. Впрочем, плавает такая яхта, пока не сядут аккумуляторы. Из-за этого половина участников сошлись с дистанции, не смогли продолжить соревнования. Во время таких аварий на воде на помощь приходила самая обычная байдарка. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.